Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас хочу немножечко коснуться темы будущего. Вчера произошел простой случай. Я ехал в Москву в открытие, и мне надо было взять билет совершенно, ну как бы, туда-обратно, потому что обратно я должен вернуться, вот я должен выскочить с встречи, и ровно за полчаса до электрички, то есть я решил сэкономить, ну, чтобы не брать билет, сразу взять билет туда и обратно. Я подошел в кассу и говорю, до Москвы и обратно, дайте мне билет. Мне тетенька выбивает билет до Москвы и обратно, я его беру, и, естественно, значит, сажусь в электричку и еду. Все нормально, приезжаю в Москву. На выходе, значит, надо ткнуть билет в этот самый турникет, я тыкаю билет, турникет меня не пропускает. Я тыкаю еще раз, не пропускает, тыкаю еще раз, не пропускает. Смотрю, написано, несоответствие станции. Я подхожу к контролеру. Контролер говорит, у вас несоответствие станции, у вас билет до Москвы сортировочный. Есть Москва сортировочный, следующая Москва киевская. Билет до Москвы сортировочный, до Москвы киевской стоит одинаково. Но билет пробит до Москвы сортировочный. И получается, что я формально заяц, чисто формально. Я не виноват. Я говорю, слушайте, ну пропустите меня, вы видите, вот билет у меня взят туда-обратно, до Москвы сортировочный. Она говорит, не имею права, иди к старшему контролеру. У тебя билет несоответствует станции. По несоответствию станции я не могу тебя пропустить. Как? Старшему кассиру. Старший кассир, вот он появляется, значит, говорит, что у тебя? Я говорю, вот у меня билет взять. Дали не так билет. Тетенька ошиблась. Он говорит, у тебя билет взять, до Москвы сортировочный. Садись на электричку, едь в Москву сортировочную, там выйдешь. Я говорю, мне не надо в Москву сортировочную, мне надо здесь. Вот, почему я должен отвечать? Он говорит, я ничего не могу сделать. Потому что, если бы это было здесь, где-то в Московской области, я бы мог сделать, но это вы из Калужской области, ваш кассир мне не подчиняется, идите к тому кассиру в Обнинск. Я говорю, вы что, издеваетесь? Вот, я ничего не могу сделать. Я назад контролеру, так сказать, контролеру просто приложить карточку и пропустить меня, но в несоответствии станции он не имеет права. Иди к старшему кассиру. Старший кассир говорит, только за деньги. За деньги, я говорю, дайте мне, так сказать, как бы за деньги на выход, да. Подходим к билету, значит, там автомат дает билет на выход, только со штрафом 200 рублей. Я говорю, ну как-то меня выпусти. Он говорит, нет, вот, либо на сортировочную все, значит, здесь инструкция, здесь инструкция, я к милиции. Говорю, что мне делать, вообще, так сказать, там как бы... Он говорит, а это не в нашей компетенции, говорят, милиции. Мы ловим хулиганов. Ты хулиган? Нет, ты пока еще ничего не разбил. Вот, когда ты полезешь через забор, мы тебя поймаем, значит, это само оштрафуем. И смотрите, элементарная ситуация. Просто элементарная ситуация. Человек просто не на ту кнопку нажал. Человек имеет право на ошибку. Но вот она, тут инструкция, тут инструкция, тут инструкция. Это люди, которые еще могут теоретически отступить от инструкции, но они уже не... Они уже запрограммированы. А когда вместо людей придут роботы, ребята, мы беспомощны. Мы будем просто беспомощны. Мы не сможем объяснить роботу. Я уже человеку не могу объяснить. Он говорит, у меня инструкция, все. Роботу ты вообще ничего не объяснишь. Люди уже как роботы стали. Даже не знаю, вот что делать. У вас не пугает это дело? Напишите. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok